Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Привет, ребят! Нарисуем сегодня бургер. Такой бургер, которым всем нравится. С такими большими няшными глазами. Нарисуем сначала булочку. Сверху такой вот полукруг. Рисую я маркером. И такую большую булочку. Отлично. Теперь нарисуем сыр. Сыр. Он стекает и будет желтеньким. После этого котлету. Котлету. Помидор. Помидор. И после этого салат еще. Салат это такая зеленая трава, которую едят многие люди. Вегетарианцы. И нижнюю булочку я тоже нарисую. И так получается у нас бургер такой настоящий, как Макдональдс. Так, нарисуем ему два таких глаза няшных, которые сейчас все любят рисовать дети. Я такие глаза не очень люблю. Я так знаю, что в жизни таких глаз не бывает. Но они такие няшные, что хочется немножко их нарисовать. Нарисовали такие глазки. Он улыбается. Такой милый. Так. Вот такой у нас нарисован. Нарисован бургер. Теперь его раскрасим. Раскрасим масляной пастелью. Проще не бывает. Берем разные цвета и красим. Вот я беру светло-коричневый. Я бы его назвал бежевый. Может быть, какой-то такой телесный цвет. Раскрасили. Раскрашиваем булочку. Сразу все этим цветом, все, что нужно, и раскрасим. Верхнюю булочку и нижнюю булочку им раскрасим. Все. Раскрасили. Если некоторые ребята думают, что я раскрашиваю кривовато, то я вам скажу по секрету, что так оно и есть. Я немножко кривовато раскрашиваю. Не знаю почему. Потому что в детстве у меня не было раскрасок, и я не очень люблю раскрашивать. Прямо таки как по раскраскам, когда надо не залезать за линии. И я этому не научился. Но, в принципе, можно и без этого. Чуть-чуть криво, чуть-чуть. Это можно. Надо стараться, конечно. Ой, я не то закрасил. Но это не беда. Давайте попробуем исправить. Закрасим котлету коричневую. А наш сыр попробуем раскрасить желтым. Все-таки исправить это дело. Я думаю, что можно исправить это дело с помощью белил. Сейчас попробуем. Желтым красим сыр. И берем белило и сверху прямо наносим. Потому что я иногда тоже ошибаюсь. Все ошибаются. И вот белой краской я нанесу сверху коричневого. Белый. Получился уже получше. Теперь возьму еще желтый. Еще сверху нанесу. Так. И получается такой довольно сырный сыр. Да, немножко я запортачил. Заболтался, потому что с вами. Ну, хорошо. Вот еще я немножко добавлю оранжевого. Здесь добавлю оранжевого, чтобы он был такой поджаристая. Булочка здесь, здесь и здесь. А теперь я возьму черного и немножко добавлю черного в котлету. Она немножко такая будет попеченей. Здесь немножко черного. Здесь серым я возьму. Нарисую тень. Тень бургеру. Няшному бургеру. Тень-тень-тень-тень-тень на плетень. Вот такой бургер получился. Ребята, его нарисовать очень легко, вы согласитесь. Такие полукруги. Сыр. Мясо. Томаты. Зелень. И еще одна булка. И у вас получается классный бургер. Удачи вам и приятного аппетита. Курсы от автора. Курсы нацелены на то, чтобы ребенок попробовал все. Акварель. Это первые рисунки аквареля. Они простые, но понятные и ребенок справится. Это гуашь. Как пользоваться гуашью, чтобы был первый опыт. Также смешанная техника, когда мы рисуем карандашами, мелками, раскрашиваем акварелью. Есть лепка и аппликация. В школе доступен абонемент на год, когда вы можете подписаться и в течение года посещать все курсы, которые вышли или будут выходить. В школе Рыбакит Папа рисует. Также есть индивидуальные занятия, когда в течение часа мы встречаемся с ребенком по удобным вам соцсети, например, Zoom, Skype или Яндекс. Мы рисуем, общаемся, знакомимся, делимся своим опытом и позитивом. Такие встречи могут быть постоянны, по желанию родителей. Еще одно предложение. В школе рисования Рыбакит Папа рисует. Рисуй как ютубер. Что это значит? Когда мы с ребенком делаем студию в его комнате, собираемся, встречаемся по сети, конечно же, записываем наши ролики и делаем единую передачу вместе. И она выходит на канале Рыбакит. Это многим нравится. Такой эксперимент я уже проводил. И это интересно. Так что запомните, что это возможно теперь. И еще раз напоминаю, что цель школы Рыбакит Папа рисует, это увлечь ребенка рисовать. Всем хорошего дня.